с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 15 сентября у родившихся в этот день 1254 год в венеции рождается марко поло итальянский купец и путешественник который представил историю своего путешествия по азии в знаменитой книги о разнообразии мира 1613 год день рождения франсуа де ларош фуко французского писателя-моралиста герцога и пера франции участников ронды имел крайне пессимистические взгляды на природу человека его любимый афоризм даже наши добродетели суть скрытые пороки 1789 год рождается джеймс феннимор купер американский романист и сатирик классик приключенческой литературы автор знаменитой серии романов из американской жизни пионеры последний из магикан следопыт зверобой наверняка что-то из этого вы точно читали 1828 год в этот мир приходит александр бутлеров химик органик в детстве селитры серы толченого угля он самостоятельно получил порох который не применил взорвать преподаватели выводили юного преступника в общую обеденную залу с черной доской на груди где мелом было начертано великий химик бутлеров окончил казанский университет со степенью кандидата по зоологии написанная им книга пчела ее жизнь и главные правила толкового пчеловодства выдержала более 10 переизданий но в историю науки бутлеров вошел как великий химик что и было предсказано незадачливыми преподавателями его капитальный труд ведения к полному изучению органической химии стал основой современной органической химии 1890 год в этот мир приходит агатта мэри клариса миллер она же агата кристи английская писательница королева детектива на все времена создает образы иркюля пора мисс маппл и многих других по количеству переводов более чем на 100 языков мира и общим тиражом печатных изданий более двух миллиардов экземпляров и это еще не последние цифры книги агаты кристи занимают третье место в истории внимание после библии и произведений глима шекспира ей также принадлежит рекорд по максимальному числу театральных постановок одного произведения пьеса кристи мышеловка впервые была поставлена в 1952 году и до сих пор непрерывно демонстрируется на театральных подмостках я уже не говорю о киноверсиях в 1923 году родился замечательный поэт михаил танич автор многих известных песен что тебе сказать про сахалин черный кот на дальней станции сайду идет солдат по городу погода в доме и многих других кирилл лавров народный артист ссср родился в 1925 году мой ласковый нежный зверь стакан воды 20 декабря колье шарлотты это его работы руфина нифонтова рождается 1931 году народная артистка ссср снималась фильмах хождения по мукам интервенция вам и не снилась любовь яровая а в 1946 году родился оливер стоун американский режиссер сценарист и продюсер обладатель трех оскаров 1946 году рождается томми ли джонс американский актер режиссер продюсер сценарист некоторые фильмы люди в черном император джон от кеннеди выстрелил далась и старикам тут не место за роль в криминальном боевике беглец получил премию оскар ну а теперь о некоторых событиях 1801 год первый в мире велосипед имевший вид двухколесной тележки с педальным приводом на переднее колесо и рулем был сделан крепостным сибирским кузнецом ефимом артамоновым на нем он говорят и прикатил из уральского верхотурья в москву где на ходынском поле его прибытие ожидала толпа людей понравившиеся чудо техники пополнила царскую коллекцию редкости после чего было просто забыто второе рождение велосипеда как прочим и его название в переводе с латинского велосипед быстрые ноги состоялась в 1808 году в париже ну а в 1830 на открытии железной дороги и ливерпуль манчестер член английского парламента уильям хаскисон упал под поезд и ему сильно раздробило ногу в результате чего через четыре часа 50-летний политик увы скончался в больнице таким образом он стал первым человеком который погиб под колесами поезда 1916 год в ходе первой мировой войны в битве на реке сомма впервые были использованы танки наступательной операции англо-французских войск против германии из 49 машин которые пошли в ночной марш к фронту на исходное положение выдвинулась 32 а в поддержке атаки пехоты принял участие того меньше 18 но и этого количества оказалось достаточно чтобы серьезно повлиять на ход боевых действий 1917 год временное правительство провозглашает россию республикой из тюрьмы выпускается лидер большевиков троцкий арестованы в июле за организацию беспорядков организовывается красная гвардия в кронштадте в этот же день в печать выходит тираж первого номера американского журнала forbes основаны 37-летним журналистом берти чайльзом форбсом первый выпуск стоил 15 центов теперь это ведущая финансово-экономическое издание мира которую говорят читает 5 миллионов людей 1971 год 12 канадцев из ванкувера создают экологическую организацию гринпис направившись к острову амчитка на аляске они выразили категорический протест против проведения американцами ядерных испытаний на острове такой оказалась первая акция теперь этих акций много и часто их тоже обвиняют в том что не все там чисто в этой самой организации 1991 год утром в париже неизвестный летчик устанавливает абсолютный рекорд ну если хотите мужество и наглости одновременно сначала он на самолетике с 8 метровым размахом крыльев пролетает под сводом триумфальной арки расстояние между колоннами которые 14 и 6 десятых метра полетав затем над елисейскими полями пролетают и между северной и южной опорами эфелевой башни никому ранее не удавалось совершить подобные подвиги да еще в один день полиции удастся лишь установить что самолет был похищен на пригородном аэродроме а потом аккуратно посажен под парижем не найден летчик 1993 год майкл джексон впервые выступает в москве его концерт обошелся примерно в 1 миллион долларов он прошел на открытой площадке большой спортивной арене стадиона лужники во время концерта идет проливной дождь и лужи обслуживающий персонал убирает прямо во время выступления майкла во время этого визита джексон останавливается в отеле метрополь где он пишет балладу об одиночестве stranger in moscow 1995 год президент казахстана отдает распоряжение о переносе столицы государства из расположенного на юге города алматы северный город акмалу в этом районе преобладает не казахское население 2001 год президент сша джордж буш называет усаму бен ладена главным подозреваемым в терактах 11 сентября и призывает американцев готовиться к долгой и трудной войне против терроризма ну и последнее в 1928 году английский микробиолог флеминг собираясь в отпуск вставляет в темном углу своей лаборатории несколько банок с культурами бактерий вернувшись через месяц 15 сентября он обнаружил что в одной из банок вокруг кружка из образовавшейся плесени исчезли бактерии стафилококка после интенсивных исследований флеминг выделил антибактериальное вещество которое назвает пенициллином и ровно через год делает доклад о пенициллине на заседании медицинского исследовательского клуба реакция слушателей была нулевая никто не сдает флемингу ни одного вопроса а пенициллин у нас теперь есть с вами был николай пивненко в проекте дата